Доброй ночи еще раз всем людям, леженным абсолютно желанием спать и без чувства самосохранения. У микрофона друг, это студия Игрокам ТВ. Начинаем трансляцию матча Virtus.pro против команды Vichy Gaming. Первую игру Virtus.pro проиграли, причем проиграли вполне уверенно. Они к этому шли, знаете ли, напористо и сливались в пятером, ну, неоднократно. Вичy Gaming показали, что они достаточно стабильны как состав и вот такие вот, в принципе, мувы необдуманные от команды Virtus.pro готовы пересекать еще на старте. Ну, так получилось, что Вичy Gaming без ошибок практически отыграли, в основном уходили, если уходили из файтов битыми, то на лоу хп уходили и при этом не умирали. Так что Вичy Gaming очень даже стабильно эту игру откатали. Поэтому и результат следующий. Команда Virtus.pro первую игру проигрывает и вторую игру надо камбэчить. Тут вариантов не так уж и много. ВП, в принципе, в удобной позиции находится на данный момент. Они в группе занимают второе место. Но это, опять же, до поры до времени. Матч у них больше всех в группе сыграно. У них и у команды Империи. У ВГ еще одна игра в запасе. Так что, если сейчас обыграют Virtus.pro, то сравниваются с ними по поинтам. И при этом еще и один матч по-прежнему остается в запасе у команды Вичy Gaming. Так что, есть, в общем-то, над чем задуматься, ВП. Виртуз.pro отдают Broodmother своим оппонентам. Ну и не могут забрать теперь Bloodseeker для года. Bloodseeker от года очень классно смотрелся против команды Empire в первом матче. Но здесь как-то не зашел. До этого год в матче, в частности, против Империи. Вчерашним отжигал просто на ура. Счет 9-1 был. Там, конечно, месиво колоссальный. Создавал мидлейнер Virtus.pro. Ну, в данном случае, очень стабильно против него отстоял. Storm Spirit не дал возможности выформить никаких артефактов в году. Поэтому год и не очень-то и раскрылся. Ну и дальше, еще раз повторюсь, Virtus.pro просто начали сливаться в большом количестве. И все это смотрелось грустновато немного. Команда Вичи Gaming, вот что я хотел сказать. Да, пока что без хорошего керри остается на лейту. Вот и антимаг. В принципе, против Гирокоптера можно сражаться антимагом. И антимаг фармит достаточно уверенно. И где-то минуте на 30-ой боюсь я, что гира против, например, Battle Fury и Manta Style может не выдержать. А там, если и Башер сабисалблейдом вдруг подоспеют, то УВП-траблы могут быть. С другой стороны, у Гирокоптера на ранних этапах больше шансов вменяемый файт организовать. Потому что все-таки Гирокоптер имеет и кулдаун, и есть у него Рокет Бараш, который без него все делает. Не надо бить руками. Оно само вылетает из Гирокоптера. Ну, посмотрим. Вичи Гейминг забрали Бруду. Это неприятность для Virtus.pro. Новости сразу заранее плохие. Вроде бы и Шейкер, конечно, есть в пике команды ВП. Но Бруда, которая контрит со Шейкером, это вещь, знаете ли, скользкая. То есть, если зайдет Шейкер с Эхослэмом туда и развалит Бруду, это классно. Но Бруда при этом выфармливает линию минут за 15. И вся команда получает кучу денег. И там, если Шейкера законтрить, а Бруда может это сделать элементарно. Ну, не сама пускай Бруда, пускай это будет делать Антимаг или это будет Лина. То от этого вся команда Вичи Гейминг только выиграет. С пушиной линии это деньги дополнительные за Таура. Естественно, это преимущество географическое. Там просто задавливает соперника. И, конечно, Бруда, еще раз говорю, это, в принципе, такая хорошая фора со старта для команды Вичи Гейминг. Если, опять же, не законтрят Бруду. У Антимага ульта сквозь БКБ нет. У Антимага ульта не сквозь БКБ. Ну и забрали Дарк Сира в Виртус Про. Еще раз Дарк Сир для Фобоса. Или Дан заберет себе Гирокоптера. ФНГ на этот раз, я думаю, будет играть на Дазли. Шейкер, скорее всего, для Лила. И... Нет героя на мидлейн. Герой для года отсутствует. Рубик первым пиком от команды Вичи Гейминг залетел. Тут кулдаун на кулдаун. Я так понимаю, будут файты постоянные. Ну, инвокер в пике команды Вичи Гейминг. Тут уже поразвлекаться решили Вичи немножко. Инвокер на мидлейн, скорее всего, отправится. И теперь вопрос, против кого он будет отправляться. Темпларка в бане. Бладсикер в бане. Лешрак тоже в бане. Надо кого-то теперь супер... Хитрого тут брать против инвокера. Вполне может быть, это будет Шторм Спирит. В бане его нет. А герой популярный. Герой пикабельный. Так что... По большому счету, так и вариантов особенной не представишь. Драгон Найт от команды Виртус Про. Вот он, герой для года. Супер забирает себе инвокера. Хао будет фармить на антимаге. Айс, конечно же, отправляется на бруде на сложную линию. Ну и здесь Файфенриар сейчас Рубика с Линой поделят. Герокоптер от Элидана. ФНГ забирает себе Дазла. Лил будет играть на шейкере. Год на Драгонайте стоит мидлейн. И Фобос играет у нас на Дарксире. Пожелаем удачи команде Виртус Про. Она им действительно понадобится по данному пику. И команда Вичи Гейминг, являясь номинальным фаворитом в этом матче, действительно напикала достаточно ровных, плотных героев. С функционалом большим. Рубик с дизейблом. Лина со станом. Бруда, которая будет, скорее всего, с Сайленсом в итоге. Ну и Убер дамажащий антимаг, конечно же. И инвокер просто неприятный со всех сторон. Ну и Драгонайт Шейкер тоже нормальный контроль для команды Виртус Про. Если ДК нормально расформится, мы видели, что этот ДК может делать. На примере команды Эмпайр. Только что игравшие против Ньюби, мы видели, что там Рэббит творил на ДК просто с ранним даггером. Рэббит творил на ДК. Ну и Лилл... Ой, Лилл не столько Лилл, сколько вообще вся команда Виртус Про. Она уже закрепилась здесь на нижней руне. Инвокер от Супера пока что здесь. Соло, но, опять же, хелпа недалеко. Хао, Фуайф, Нрир. Контроль есть. Если Рубик, опять же, кого-нибудь еще и отправит на... Например, на хэйграунд какой-нибудь. Вот сюда. Это вообще неприятно сбудет. Ну и уже через Квас прокачался у нас Супер. В принципе, я думаю, что здесь будет Квас Векс. Никаких экзортов. У Инвокера профессиональная Дота старается избегать таких вещей. Не считая разве что Дэнди. Ну и расходится по своим лайнам игроки. Фобос отправляется на легкую в соло. Он будет фармить против Даблы из Антимага и Рубика. И к ним еще и перемещается Фенрир. Да, Триплу отправили на сложную. Айс Айс Айса оставили в соло легкую. Против Ридана, против Лила. Ну и Лил уже ткнул Вард по голове Айс Айс Айсу. По идее, его должны здесь палить. Как только появится в зоне Вижна. Но он в деревьях стоит. В любом случае его не видно. Все, Айса, в принципе, теперь увидели. Фиссура пошла у нас по Айсу. Ну и расстреливать пока непонятно чем. Гирокоптер мог бы с Рокет Баражем настрелять Айсу. А Алил просто ходит и гоняет здесь Шейкера. Айса видит. И Лидан фармит. И больше Вардов, по-моему, нет. У Шейкера дальше не ткнуть. Поэтому чем забрать Айса пока непонятно. Если Фиссурой поймать и через Рокет Бараж, конечно, это все возможно. Но Айс 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 для этого подставиться должен. Бурда близко не подходит. Но и сейчас, в принципе, и фарм начнется для Айс Айс Айса. Первый крип есть уже. И Ридан через Флэк Кэнон старается надамажить Бруду. Самое печальное в состоянии на лайне с Брудой, это то, что сколько Бруду не бей, если ты нормальный бирст дэмэджем и не наваливаешь ей, то она все равно отхилится. Хепериген здесь достаточно высокий у Брудмазер. Благодаря вебам. Ну и вебы по левелу постоянно максятся, потому что это все, естественно, плюс идет Бруде. Ну и ФБ от команды Virtus.pro на мидлейне. Лил переместился на мидлейн и вместе с Годом забрали Супер. Инвокер огреб. Третьего левела Инвокер в квас в два. Тут ради колд снэпа все затеивалось. Супером, супер на мидлейн. Сразу Финрир уже здесь. И Лил вместе с Годом против Даблы должно быть. А еще и ФВА пришел сюда на помощь. Хау оставили в соло. Ну и Хау должны здесь напрягать, по идее. ФНГ плюс или дан. Как там дела у Айса идут? 8 на 4 у Айса, у Фобоса 5 на 0. Неприятность, конечно. Ну, кстати, Дарксир против Брудмазер. Это немножко другая история. Бруда против Дарксира вообще неприятно себя чувствует. Айса Айс, скорее всего, отсюда будет улетать. Да, ТП-шку покупает Айса. Просто, скорее всего, отсюда валит. Потому что Дарксир через Айншелл уничтожает всех детей Бруды. На это смотреть без слез, конечно же, нельзя Бруде. Хау зашел за крипов. Теперь Хау будет получать от Фобоса, как я понимаю. Ну и странновато. История тут и Хау тоже не очень-то приятна с Фобосом. Был бы здесь, кстати, вакуум. Хау мог бы и приехать. Ну и Фобос через Сёрш сюда сваливает. Финрир. Дальше за ним настреливает. Фобосу половину ХП слили. ФНГ перемещается вниз. Ну и Брудмазер начинает стоять в соло против Элидана. Айс, Айс. Элидану здесь... Бед натворить может. Почему в Продоте инвокеры играют в основном через QW? Потому что инвокер становится многофункциональным в данном вопросе. Зацепить может и ману выжить может. И Кулд Снэп крутая вещь полезнее, чем Санстрайк, например. Инвокер Мак, у которого миллион всяких спелов. А если инвокер идет, например, у нас через... Вообще используют Экзорд в раскачке, то там ограниченное количество. И они больше какие-то не магические. Ну, например, те же Форгиды или Санстрайки. Достаточно посредственная вещь. То есть в тимплее участвует это все постольку поскольку. ВП 750 по голде выигрывает, 500 по экспириенсу. Молодцы. У Бруды 18 на 7. Куда делся Иллидан отсюда? Где ты? Иллидан перемещается на нижней лайн. Тоже против Бруды стоять не хочет. Будет стоять против Хао. Тогда должен Фобос бежать на топ-лейн. А Фобос уже здесь. Но это просто постоянный бег из одного вообще неудобства в другое. Друг, ты так и не ответил. Это, наверное, вопрос по поводу Империи. Почему Эмпайр перед Интом выглядела очень хорошо. Я был уверен, что займут топ-5 свободно. Но сейчас просто не очень. В чем проблема? Подожди, Инт еще и не закончился. Если ты уверен, что топ-5, значит будет топ-5. Инт не закончился. Да и команды перед Интом по-другому выглядели, нежели на Инте. Года ловят. Года, скорее всего, разваливают. Вот почему Инвокер через Экзор не идет. Потому что Торнадо, ЕМП под ноги, колд снэп сверху по голове. И вот вам весь Инвокер. Просто уничтожает мидлейнера. Очень даже плотного. И Лидан в это время забирает антимага. Касательно Эмпайр, это групповая стадия. В принципе, здесь команды, опять же, друг с другом знакомятся. До Инта тут абсолютно секретные тренировки, секретные сроты. Ничего этого никто не палил, уровень всего не показывал. Понятное дело, что предположения могут не оправдываться. Они не оправдываются абсолютно у всех. Так что не парься. Еще до конца Интернешнала много-много дней. Интернешнл заканчивается 8-го числа. Так что, может, 7-го числа и увидишь как раз, как Эмпайр за 5-е, 6-е будет биться и выиграет. И дальше там где-нибудь за 4-е, 5-е будет играть. Виртуспром 500 по голде в плюсе. Даже 250 скатились немножечко. И по экспириенсу 750 тот же в пользу команды ВП. Год перемещается на топ-лейн. Здесь вообще жутко, конечно, наблюдать за всем этим. Все в паутине. Нифига не понятно, нифига не видно. Смотреть противно. Ну, приходится мириться, конечно. Айс-айс-айс на Года и... Нет, Айс-айс-айс не вышел на Года, а мог бы. В спину заходит Айс-айс-айс. ФНГ, кстати, могут здесь и забить. Уже тараканы начинают подъедать здесь ФНГ. Года не блочат. Фай спрятался в кустах. И Год пошел искать, где находится его оппонент. И Фай просто шаг в сторону спрятался. Год дальше ищет. Фай не видит Год. Вот, увидели, наконец-то, Фай. Дальше за ним и ФНГ. Без пользы Тача. Стан пошел от Года. Фай, скорее всего, заберут. Бриз Фай от Года развалили. ФНГ лоукупешный. Тараканы его подъедают. Лил. От тараканов быстренько избавился. Минус один фраг от команды Виртуз Про. Счет становится 3-1. Заработали денег на Рубике. Нужно теперь перейти в стадию пуша. Подпушить... Подпортить немножечко жизнь Айс-айс-айсу. ЕМП по Года у Года не будет. Ни Станов, ни Бриз Файров в этом файте. Ну и Воллов реплика от Фобоса. Минус Айс-айс-айс. Неплохая, в принципе, вылазка от команды Виртуз Про на топ-лейн. Можно попытаться Тауэр добить. По сути, никакого ответа здесь ждать не приходится. От команды Вичи Гейминг Тауэр падает достаточно свободно. Вакила плюс Тауэр. Ну, УВП здесь свое экономическое положение подняли. Очень даже прилично. Виртуз Про две с половиной по золоту и полторы тысячи по экспириенсу. Молодцом. Ну, Фай опять тут испытывает судьбу. И Лидан, в принципе, в соло, конечно, забирает Рубика. Ну, с Линой можно еще и потягаться. Если под Раскаст этот попасть, после Телекинеза попасть в Лайстрайкеры, потом Драгон Слейв, там и Лидана могут и добить. Ну, и посмотрите, насколько сбивчиво вообще Дота протекает у нас. Команды постоянно перемещаются между лайнами. Каждую минуту кто-то бежит куда-то менять лайн. Эти лайн-свапы уже за 10 минут раз 5 происходили от одной команды и от другой. Ну, и Виртуз Про вниз ныряют. ФНГ здесь, Лил здесь. Заходит Супер от Инвокер. От Супера. Прямо в спину ФНГ. ФНГ под Шаттл Грейвом. ФНГ могут и добить здесь. Начинает нарезать Хау по Иллидану. Иллидана поднимают. Иллидан без маны. Кулдаун проюзан. Колд снэп ловит у нас Иллидана. Здесь Фай, в принципе, добивает Иллидана. Антимаг, точнее, забирает Герокоптера. Ну, и там, если что, и Фай мог бы добить под колд снэпом. Это было не проблема. Года возвращают назад. Пока размен 2 в 1. Конечно же, в пользу команды Вичи Гейминг. Ну, и 3-5 становится счет. По голде Виртус Про подпортили. Немножко себе статус. 2,5 до 1,5. По экспириенсу тоже. С 1,5 до... 9-100. Спускается вниз команда Виртус Про. Ну, и на Тавр можно заходить. В принципе, почему бы и не пушить. Тут в это время доедает Тавр Бруда. Энна никуда отсюда деваться не будет. Она будет дальше давить Тавр. Дали, наконец-то, свободу Айсайсайсу. Вон Тавр спушит достаточно быстро. Второй я имею ввиду. Спайдерлинги свое дело знают. Бруда уже 9-го левела. Спайдерлинги промакшен и веб промакшен. Так что и Бруда, и ее дети тут периген приличный имеют. Так что бей не хочу. В это время нижний Тавр от команды Виртус Про сносится. ВГ его потеряли и перемещается на нижний Лайн Гот. Ну и Бруда дальше начинает съедать вражеские леса. Уже очень много тварей у Айсайсайса. Это так, с виду, кажется, немного. А их тут триллион. На самом деле, можно и на мидлейн переместись. Еще один веб. И пошли просто пинать Тавр. Спайдерлинги. Сильно потрепало, конечно, малых. Даззл из ниоткуда вообще попал. В ФНГ мог бы тут миллион заработать, если бы поменьше хеллспоинтов было у... Спайдерлингов Бруды. Такая размеренная игра на самом деле. 4 на 5 на 12 минуте. Не похоже на матч. Например, между Эмпайром и Ньюби. Там замесы были колоссальные и постоянно. Ну и ВП. Прошлый матч против Вичи Гейминг был поактивнее немного. Тут какие-то такие вальяжные перемещения. С Лайна на Лайн. Все эти свапы, еще раз говорю. Тысяча по голде в пользу у Виртуз Про и 500 по Экспириенсу тоже для них. Ну и для Бруды. Ситуация, в общем-то, простая. У нее главная цель это Тавара. Пока Тавара не дают пушить, она съедает лес. Сейчас немножечко подпушится Лайн. Фай поможет или Крипы сами помогут. И пойдет есть Тавара у нас. Бруда, она просто вот выходит на Тавара и начинает на тупом вообще сжирать Мидлейн Тавар. В это время замес у нас на хэкграунде команды Вичи Гейминг. Спайдерлинги никуда не деваются, будут дальше есть. Подошли, отошли, подошли, отошли. У Лилы есть Эхо Слэм, но для этого подставиться должна Бруда. Айс 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 просто перемещается поесть в лес. Есть еще один Тавар, который так же интересен Айс Айс Айсу, как и Централь. Новая пачка Спайдерлингов. Одни танкуют, другие едят. Да и те, которые танкуют, тоже едят. Ну и Тавар начинает сыпаться. На разведку одного отправил. Ну, круто, конечно. Очень даже круто действует Айс Айс Айс. Ну, опять же, он умеющий игрок. Он на этом герое на Бруде отыграл, наверное, триллион раз. И сам по себе, как у Флейнер, невероятно опытен. И скилла ему не занимать. Иллидан в это время уже есть фейсбуцы. Огр Клаб, Белт оф Стрэндж. Саша Яша будет сначала, потом уже мысли о БКБ и прочем. У Спайдерлинги никак не дойдет этот несчастный Тавар. 45 хп у него. Фоба, сначала всех сожгу, потом... Ну, кто кого, кто кого. Спайдерлингам плевать. Они просто хотят есть Тавар. Дарксир добивает все-таки вышку. Не отдает его... Не отдает вышку Брудмазер. На топ-лейне вышка тоже достаточно битая. Где в это время Айс Айс Айс. У Бруды своя дота всегда. Она занята важными делами. Более важными, чем масс-файты. Она либо ест Тавара, либо ходит ест лес. Только потом уже с нормальными артефактами, например, там с Оркидом или с Дагоном 5 левела. Тоже достаточно популярная тема. Приходит файт и после этого уже начинается совершенно другая история. Вот у нас под ЕМП. Гот без манны и будет. Файт для него, по-моему, закончен. Иллидан ловит Айс Айс Айса через кулдаун. Тут намного дамаги и Эхо Слэм Лил не пожалел. Супер отсюда улетает. Размен 2 в 1. Забрали Бруду, забрали Рубика. Игроки команды ВП потеряли. Мид лейнера своего. Где в это время антимаг? У Хау уже практически готов к Баттлфьюри. Минуты полторы, наверное, надо Хау, для того, чтобы насобирать себе... А какие полторы минуты? Вот уже, в принципе, вот оно. Еще один крип после этого... Миниатюрный какой-нибудь Ихоу будет с Баттлфьюри. Еще и ДД-шка ждет Хауу. Можно, в принципе, сразу будет идти пофайкаться. Летит уже Бродсворд для него. Здесь Форс Ставв Суперовский. А ну-ка, как там Инвокер поживает? У Инвокера Форс Ставв полностью, да, готов? Да, так и есть. У Супера полностью готов уже Форс Ставв. Из Буцы есть Бруду. Бруду в это время расковыривает команда Virtus.pro. Нашли противоядие. Но, заметьте, тут Бруда еще и выполняет вторую, вторичную функцию. Отвлекая на себя внимание, позволяет Антимагу спокойно фармить. Никто на него не выходит. На него все забили. Забыли и на него все забили, потому что он стоит в своем лесу, пока Бруда пушит линии. А это означает, что Бруда, наверное, поприоритетнее. И на нее больше внимания обращается. У Хао появляется Баттл Фьюри на 16-й минуте. И уже 700 голды сверху. Еще и подарок в виде года для Хао. Ну и ВГ, я думаю, здесь по голде начнут догонять команду Virtus.pro. Хотя и ВП вроде и файтится посильнее, и герои у них заряжены на ранний файт. Ну и Антимаг теперь станет опасным. При наличии Баттл Фьюри дамаги будет много. Естественно, и фарм улучшается. Новые артефакты, новые возможности. Готт выходит на Хао. Шадоу Волки есть у него. Он, наверное, не добежит, я так понимаю, до Хао. Хао спрятался в лес. Все, Хао просто отсюда уходит. Антимаг уходит с топа и перемещается на нижнего. Должны его, в принципе, были видеть игроки команды ВП. Искать здесь смысла немного. У Иллидана уже есть Сенши и немножко денег после него. Вообще, давайте артефакты посмотрим. Пора уже. Лил. Тысяча на руках. Солринки есть. Есть Аркан Буци. Так, у нас я вижу там Лина от Фенлира сильно проседает. По-моему, не сильно потратилась, но это просто фарм крипов в лесу. Давайте досмотрим все-таки артефакты. Дарк Сирот Фобоса. Тысяча на руках. Мека есть. Есть Аркан Буци. Есть Солринг. Драгон Найт. Шадоу Глейдом. Есть Милогр Клаб. БКБ собирается у нас выйти год. Иллидан. 125 по голде после Саши Дяши. И Дазл без артефактов. МГ здесь немножко несчастный. Смотрится по экономике. Ну и команда Вичи Геймер. В свою очередь. Фенрид. С ПТ больше ничего. Фай сразу же. Давайте его смотреть. Аркан Буци. Брасер 500 голды сверху. Инвокер. От Супера. Фейс Буци есть. Форстаф. Урн оф Шадоуз. И Нул Талисман. Ну и Брудмазер от Айс Айс Айса. Ничего пока не приобретает себе. Есть Блейдов Алакрити. И тысяча на руках. Ну всякое в принципе может быть здесь от Бруды. Либо это. Ну я думаю скорее всего Дефьюжал Блейд. Мне почему-то кажется. Потому что в другие артефакты так особенно и не пособираешься. Что здесь? Нет. Здесь все-таки Бэнд Фолвинскин появляется. Яша будет у Бруды. А значит может и Саша Яша в итоге быть. Или Манта Стайл. Ну наверное Саша Яша для Бруды. Получше будет. ХП надо. ХП дополнительное надо. И побыстрее надо артефакты собрать. Плюс замедление. Ну короче говоря Саша Яша мне кажется мастер. Ну и антимаг уже с Владмиром. У Хао есть Баттл Фьюри. Есть Владмир. И следующая цель скорее всего Манта Стайл. А потом увидим и Башеры. И все-все-все-все-все. В плюсе по голде Виртуз Про полторы тысячи. А по экспириенсу Вичи Гейминг их опережают. Настолько же, насколько проигрывают по золоту. Тысяча золота ВП. Ну и теряют свое преимущество. По голде начинают отыгрываться игроки команды Вичи Гейминг. Потому что оставили Хао в покое. Потому что у него есть Баттл Фьюри. И он достаточно быстро фармит пачки крипов. Отсюда и деньги. Век живи, век учись. Баттл Фьюри теперь содержит... Квилинг Блейд. Можешь съедать деревья. И ворды, разумеется, тоже сида. Круто. Что ж ты не знал. Прыгает Хао. Лил дал фиссуру. Дал фиссуру в крипов. А Хао не попал под эту фиссуру. Все, Хао съел крипов и ушел отсюда. Да ладно. Как это вообще возможно? Паттл Фьюри теперь еще и Квилинг Блейд у нас имеет встроенный. А, ну она же собирается из него. Ох, я туплю, конечно. Да, Квилинг Блейд. Я уже забыл о нем. Айс-айс-айс у нас на... Хайграунд уже разместился. Вражеские леса продолжают съедать. У Айса задача простая. Айс просто идет и бьет всех на свете. Всех, кого видит. Съедает сам, кормит своих детей. Всего по чуть-чуть. Меня тут к 4 часам утра подплавилось в этом Баттл Фьюри. Ну и антимаг уже приобретает себе рецепт на Яшу. Хао совсем немного. Остается 200 голды до приобретения Яши. Дальше будет Манта Стайл. Ну и дальше ВП не надо затягивать. Куда они планируют попасть в итоге с данным пиком? Как там в Лейте файтится? Не думаю, что Драгонайт в соло, например, антимагу уничтожает. Или Гирокоптер 1 на 1 разбирается с антимагом. Точно вам говорю нет. Так, слышу брудой здесь зазвучало. Айс, 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 айс. Пытаются поймать. Год не видит айс. Айс делает тэп-аут. И у него, скорее всего, получится. Да, Лил не останавливает. Айс, 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 айс. Да, в никуда отправил кулдаун. Ну и торнадо от инвокера. Хао уже покупает себе Яшу. Пошел забирать вражеских Эншин. Ну, по крайней мере, один стак. Но команда Virtus.pro по мидлейну в это время идет. Крипы есть. Год готов танковать. А, кстати, Роху-то забыли вообще. Рошана никто не трогал. 22,5 минуты уже сыграно. Никакого Рошана ни для кого. ЕМП под ноги. Году, год без маны опять. Здесь единственное, что Боттл помогает ему. Ну и если какие-то друзья... Фрагусь. Так, Эхо-Стэм пошел от Лила. Стяжка от Фобоса. Два их поздновато немножко. Стенку поставил Фобос. Но, в принципе, Супера может и так получится забрать. Ну и Супер лоу-ХПшный. Супера допилили. Минус два от команды Virtus.pro. И Тауэр на закуску оставит. Ну и Тауэр лоу-ХПшный. Уходят все отсюда. Неужели не будете добивать Тауэра? Лидан должен это сделать. Потом можно отсюда уходить. И Лидан добивает все-таки Тауэр, рискуя собственной жизнью и здоровьем. Ну и уходит. Санстрайков никаких. У Таунвокера, да и Инвокера никакого, конечно, какие-то там санстрайки. 6-11 становится счет. Virtus.pro проигрывали по голде. Сейчас должны выйти в плюсы по экспириенсу. Тоже, по идее, графики должны перевернуть в свою сторону. Не до конца, конечно, но отыграть какую-то часть обязаны. Ну и БКП появляется у Года. И Сэнджин Яша приобретает себе Брудмаза. Тауэр стоит в глаза. Наверное, Айсу мозолит невероятным образом. Как так? 24 минуты 20 секунд. По-прежнему Т2. Живой, здоровый. Ну, Айс Айсайд взялся за дело. Сейчас, в принципе, будет спушен Тауэр. Команда Virtus.pro в это время Роху допилила. Элидан забирает Таэгу. Деньги есть уже на БКБ у Элидана. Надо просто купить его. ФНГ летит вниз. Хао пытаются поймать Лил. Без Экослема. Хао тут нечем больше зацепить, кроме Фессуры. Ну и Хао вместе с Супером, вместе с Эфлайем. Сейчас Тауэр, по идее, заберут. Клот идет первым. Стан пошел в Айс 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 Айс. Вижен по нему есть. Все, Айс 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 выталкивает Супер. Ну и в Инвизе Супер. Айс 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 тоже здесь, естественно, в вебах. Невидимый. Ну и Тауэр надо динайдить. 40 хп всего лишь у него. Фобос, пожалуй, этим и займется. Два удара нет Тауэра. 6.11. Какая же пассивная дота. В 4 часа утра по Киеву и по Москве. Это прямо-таки преступление, по-моему, со стороны команды Virtus.pro и VG. Я понимаю, что они там в Сиэтле. У них всего там ничего. Сколько? Часа, наверное, 3-4. Ну и появляется Манта Стайл для антимага. По голде Virtus.pro потеряли все преимущества. По экспириенсу команда VG выигрывает полторы. Влила, пошла ульта от Хао и Лил живой. Живехонький вообще. Ничего с ним не случилось особо опасного. Антимага Манта Стайл есть. Есть Battle Fury. Еще и тысяча сверху для Хао. Теперь, я думаю, будут и башеры появляться. И все-все-все необходимое. Ну а если сайс под ДДшкой, к нему подходить, конечно, опасно. Бруда и сама по себе доставучая, но с дабл дэмэджем может развалять, причем кого угодно. Мне кажется, начиная от Иллидана, начиная, наверное, от Даззла, ФНГ-шного и заканчивая Иллиданом. БКБ есть у Гирокоптера. 1200 сверху для Иллидана. Он по Нетворцу, по идее, хорошо должен себя чувствовать. Не так хорошо, конечно, как Хао. У него 15. А у Гирокоптера 11700. Стяжка пошла у нас от Фобоса. Ловит Фуайя. ФНГ, Poison Touch. Где твой Poison Touch? Никакого Poison Touch, но зато забрали Рубика. Игроки команды Virtus.pro и дальше можно идти по мидлейну. Надо пушить, хотя никто не дает это сделать. Пачку крипов здесь добивает у нас Брудмазер. Просто диверсант какой-то, а не Айс Айс Айс. На хайграунд и ТПА вот отсюда по-быстрому. Иллидан проверить, где кто может быть. Кулдаун, ну, кулдаун уже бесполезен, потому что Айс отсюда ушел. У Фенрира уже есть Шадоу Амулет. Вот так вот в Шадоу Блейд собирается Фенрир. Ну и 28 минут сыграно. Давайте посмотрим артефакты. Шейкер с Даггером. У Лила также есть Аркан Буцид. 1100 сверху для него. Дарксир от команды Virtus.pro. Он же Фобос, БКБ, ой, БКБ, Блинк Даггер есть. Есть Мека, есть Плейд Мэйл. В Шиву собирается Дарксир. Ну не знаю, я не видел еще противостояния Иллидана против Антимага. Это будет совсем другая история. Антимаг не участвует в файтах. Год прыгает у нас на Эфая. Эфайл у ХПшный выталкивает Эфая. Точнее сам себя выталкивает Эфай из кулдауна. Но не хватило сил. Не смог далеко уйти. Что, Эфай тоже у нас в Шадоу... Амулетом? Нет. Нет, нет, нет. А почему он в Инвиз прятался? Вроде в Инвиз ухожу у нас Эфай. Может показалось. 29 минут сыграно. Все, есть время. Давайте смотреть, кто во что одет. Даззл с Миндальоном в Кураж. Ничего больше у ФНГ интересного. Иллидан зарабатывает себе уже на БКБ. Есть у него Санжин Яша. И 2500 на руках у Иллидана. Наверное, МКБ будет следующим артефактом у Драгон Найта. Появляется Сильвер Эдж. Вот так вот это все совместить. БКБ, Сильвер Эдж и Пауэр Трэдс для... Года. Ну и Дарксира мы видели. Лил тоже известен. Известного, что одет. Фенрир приобретает себе Глимер Кейп. Два Брасера на утолщение. И ПТшка для Фенрира тоже. У Антимага уже появляется Митрил Хаммер. 1900 на руках. Хао собирается у нас в БКБ. Насколько я понимаю, у Брудмазер. От Айса Айса. После Саши Яши. Две 200 на руках. Пока ничего не приобретает. Но это, наверное, Дагон или что-то такое. Дагон или какая-то точечная фигня типа Оркида. Инвокер от Супера. Приобретает себе Ultimate Warp. Есть у него Force Staff. Инвокер, скорее всего, собирается в Хексу. Нормальная степень контроля против Геррокоптера. Ну и Фенрир. Ой, точнее, Флай. С Force Staff'ом. С Аркан Буцами. Пока больше ничего. Год в Инвизе на Фенрира. По идее, должен его съедать самостоятельно. Удар. Стан по Фенриру. Ну и Фенрир не уходит ни в какой Инвиз. В принципе, год даже Брисфайр не стал тратить. Оставил на всякий случай. Вот на крипов можно подратить. 6-14. Но ВП давят, конечно, по фрагам. Но посмотрите, что по голде. Вичи Гейминг все равно оказывается в плюсе. По золоту, по фарму и по экспириенсу тоже Вичи Гейминг в плюсе. Геррокоптер у Толидана. Уже приобретает себе Игл Сонг. Это будет не МКБ, это будет Баттерфля изначально, чтобы задумался немножко антимаг. О том, что думает Хао прыгает на вражеский хайграунд. У него ТПшки нет. Куда ты, Хао? Куда? Неужели здесь будет ТП покупать Хао? И такое тоже может быть. Никто понятия не имеет, где он находится вообще. Съедает одно дерево, съедает другое. Вот он, ребята, попингуйте кто-нибудь по нему. Покупает ТП, но 46 секунд не будет ТП. И Хао не видят. Вот никакого Хао нет. Никакого. Есть Хао? Нет Хао. Ну и просто по-тихому стоит здесь, никуда не девается. Спрятался туда, где его в последнюю очередь, наверное, будут искать. А здесь, кстати, лу-хпшный Тауэр, 83 хп. Ну и все, Хао начинает нарезать. Попинговали сразу по нему. Понятно, теперь где он? Хао может уходить дальше. Опять в кусты. И дальше по нему пингует ФНГ. И Хао дальше проведет, да, эти диверсионные какие-то работы. Стоит живо. В принципе, Хао теперь должны видеть. Да, Хао видит команда Virtus.pro. Стан пошел по Хао. Кулдаун на голову Хао. Хао здесь разваливает. Нормально. Вот это, я понимаю, Virtus.pro завардили. Посмотрите на это. Просто посмотрите на это. Нормально. На стену повесили вард. Пусть палит все. Камера наблюдения какая-то. 3500 на руках у Айс Айс Айса. Ничего не прибитает. Какое огромное количество спайдерлингов. Ох, сюда залетел бы Шейкер. Как бы разорвало у Айс Айс Айса. Команда Virtus.pro по мидлейну решила идти. Не дают времени опомниться здесь Хао. И не дают возможности Айс Айс Айсу пропушить. Абсолютно верное решение. Команда Virtus.pro надо разводить. Либо на байбэк Хао. Либо Квапу... Не Квапу, а Бруду хотя бы перетягивать сюда. Фобос со стенкой здесь. Есть в принципе стяжка. Уже у него у года есть 16-й левел. Начинается месиво на хайграунде команды Vichy Gaming. Лил пытается поймать Супера. Супер отталкивает себя через Форстаф подальше. Ну и начинают сносить линию игроки команды Virtus.pro. Fai с Брудой понимает, что толку никакого здесь оставаться. Бруда правда остается. Ну и что? Виртус.pro просто уйдут, а Бруда доест в сторону. Ну это вообще был бы перебор. Толкает себя Лил. Стан прошел по Айс Айс Айсу. Стяжка по нему. Еще тотем от Лила. Ну и нет Вижена. Ни у кого нет ни гема, ни хрена. Как воевать против Айс Айс Айс? Непонятно. Зачем приходили? Тоже непонятно. Бруда просто спокойно стоит здесь. Понимает, что ее никто не видит. Реакция на нее ноль. Она пойдет дальше. Есть в сторону. Нет, уходит просто Айс. В это время ФНГ у нас сливается от Хао. Это неудивительно. Промазывает Супер через Торнадо. Холд снэп по Лилу. Лила отсюда уходит. Кулдаун на всякий случай от Иллидана. Но здесь одни иллюзии. Тут ничего полезного. Кулдаун не принес. И Хао начинает дамажить уже Рок. Рокет Бараж забирает. А нет, Флэг Кеннон забирает у нас Рубика. Ну как это будет смотреться? Наверное так же, как и от Герохоптера. Файд. Фейдболт зарядил здесь в год, а минус 2 делает антимаг в одном файте. Ну я все жду. Флэг Кеннон от Рубика неинтересно. Не было никакого Флэг Кеннона. Точнее, проюзан он был, но эффекта не показало мне. Ну и команда Virtus.pro теряет двух важных героев. Без шейкера сложно драться. Выкупается сразу же здесь. Выкупается Элитан. Стенка пошла от Рубика. Ну офигеть. Стена одна, стена вторая. Файт на хайграунде команды Virtus.pro. Хао выталкивают. Хао проюзал у нас Манта Стайл. У него есть блинг и просто отсюда отваливать антимаг. У него есть, кстати, Аэго. Но Хао решил не драться, не сливать Эйджис. Команда Virtus.pro потеряла много героев в этом файте. И при этом еще и отдала Рошана команде в Вичи Гейминг. ВГ тут в плюсе, в безусловном, по деньгам. Ну и фай. На Рубике с Уоллаф Реплика пока бегает. Ничего, в принципе, не докупал себе. Он не докупал, в смысле, не стилил. Пока и так нормально. Уоллаф Реплика очень полезная вещь. Размножить немножко Элитана. До того же Дарксира. Пусть бегает себе. Бьет сам себя. Ну и Дарксир от Фобоса. Уже есть у него даггер. Есть у него плейтмейл, который в шиву никак не превратится. Гвардиан Грифс тоже от Фобоса есть. Появляется Хекс у инвокера. Супер. Сайт оф Вайс. Есть у него форстаф. Классно, конечно. Нафармился супер. У него хоть и шестое место, но необходимые вещи есть. Во-первых, функциональный инвокер. Благодаря прокачке достаточно высокой 16-го левела он. Ну и, во-вторых, еще и Гекса. Вот, пожалуйста, на года врыв от Хао. Куда делся Год? Куда ты ушел? Год у нас под БКБ. Пинают его все, кто только может. Хао тоже под Блэкинг Баром. БКБ окончен. Хао перемещается в лес. Бить крипов. Не получился файт. Ну и хрен с ним. Хао пошел фармить. 22-го левела Хао, по-моему, топ, да, на карте. Так и есть. 19-й левел Иллидан. И 22-го Хао. Айс, 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 опинают здесь всем, чем могут игроки команды Виртуз Пром. Ну и забирают Айс. И, по-моему, уже летит Баттерфляйда Иллидана. Здесь очень драматичная развязка на самом деле будет. Команды так долго и так нелепо дерутся, что все это так же нелепо и смешно закончится. Кто-нибудь кого-нибудь развалит и просто пойдут снесут всю базу. Либо наоборот, просто кто-то на тупом засплитпушит. А здесь есть варианты. 80 хп на топе у команды ВП у Тавара. 5500 уже антимага на руках. Есть Манта Стайл, есть Баттл Фьюри. Что, собственно, надо. Надо МКБ, наверное, Хао, потому что Баттерфляй есть. Хао ловят. Лил. В Хекс отправляется Лил у нас. И на Лиле висит Колд Снэп. Лилу очень сложно. Хао лок хпшный. А Ягу до сих пор антимаг не теряет. Ну и опять, возвращаясь к нелепым файтам. Согласитесь, немножко ни о чем случилась. Драка били всем силом антимага, не добили. АМ пошел отхиливаться. У него есть варианты, дамаги много. Даже на Эншентах. Хао, в принципе, хп себе восстанавливает. 5900 на руках у антимага. Я думаю, что Абисал Бейд здесь может быть. Но, наверное, видел уже гирокоптера антимаг. Поэтому есть смысл задуматься о приобретении МКБ. Бруды БКБ есть. Также Айс 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 1400 на руках. Ну, какая вообще судьба ожидает команду Вирту Спро, если вдруг они не пойдут сейчас сносить коллектив Вичи Гейм. Я думаю, что с одной стороны будет пушить Бруда, с другой стороны будет идти антимаг и тоже пушить. Придется распыляться. Но если ты переключаешься на одного Хао, то в это время Айс 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 едает в сторону. Если, соответственно, на Айс, а то наоборот. Наоборот. Хао имеет огромную скорость спушивания лайнов, потому что дамаги много, иллюзий есть у антимага. Бей не хочу. Что-то себе антимаг еще, по-моему, и приобрел. Да, Хао себе приобретает портов став уже. Это все плохой знак. Все, у Хао полностью собранная бабочка. И Шива покупается, наконец-то, Дарксиром. 40 минут, 26 фрагов. Куда мы вернулись, в какой год, непонятно. Айэга слетела с Аэма. Аэм, конечно же, фуловый, но не в этом вся соль. В итоге не пришлось антимагу... Не удалось антимагу подраться и разменять эту Айэгу на хотя бы что-нибудь. Ну и посмотрите, плюс сколько дамаги у антимага. Ну, не потому, что это магия чисел, а просто. Как много дополнительного дэмэджа у антимага, да и своего базового 186. Короче говоря, 500 сейчас руки бьет Хао. В принципе, можно было бы пойти и подраться к команде в Вичи Гейминг. Почему они это не организуют, непонятно. Больше дамаги, чтобы фармить лес. Ну, бах. За такое, конечно, команду Вичи Гейминг надо наказать. Способны ли вот Виртуз Про, это, конечно, вопрос. Айс-Айс-Айс в кустах. Айс-Айс-Айс-Айс увидели. ТП-Аут старается сделать Айс. И уходит, и уходит. Поднимают. У нас Эридана покрутили немножко. Забрали чуть-чуть ХП, но не критично. У Эридана 170 с руки. У антимага с руки 300. Это АМ, кстати, без... Даже не 300, 300... 330 практически. Ну, года у нас ловят. Год опять без маны. Пополнили ману. Году, наконец-то. Начинают пушить игроки. Команды Виртуз Про. Медлейн трещит. У Вичи Гейминг. Хао ловит у нас стан. Стяжка пошла у нас под колдаун. ПКБ от антимага и антимаг. Лоу-ХПшный. 100 ХП у Хао. Он уходит отсюда. Эриданы. Вся компания Виртуз Про продолжает дамажить. Они сносят центральную линию и пошли на вторую сторону. То, о чем я говорил. Все закончится очень нелепо. Дрались, дрались. Точнее, не дрались, а ходили, фармили, фармили. Потом зашли и за один файт посносили вообще к чертям собачьим всю базу. Хао без БКБ. Его можно, в принципе, держать. Хао ловит у нас стан. Стяжка пошла по нему. Ну и Хао. Ульта пошла у нас сразу во всех игроков команды Виртуз Про. Хао лоу-ХПшный. Год его допиливает. Ну и убивают, в принципе, здесь троих. Даже четверых героев команды Вичи Гейминг. Выкупается Хао сразу же. Дальше за годом и Хао, наверное, пойдет убивать базу команды Виртуз Про, если вдруг послевают всех ВП здесь. Но, скорее всего, послевают. Года уже отсюда не отпустят. Никаких вариантов для года. Гем потерян. Гем супер забирает. Ну и анти-маг. 1400 хп после... 1400 голды после байбека. Покупать ничего тут не получится. Вичи Гейминг потеряли свое преимущество. Преимущество скатились в минус 2500. Ну и Хао пошел пушить. Хао пошел пушить. Хао, скорее всего, будет сносить здесь одну... вышку, если получится. Нет. Точнее, если... крипы вовремя подойдут, то, по идее, и одну из сторон должны хорошенько прохарасить. Здесь стоит по-прежнему Тауэр с 80 хп. Удаун от Гирокоптера. Просто, чтобы успокоить немножко иллюзии. 1800 на руках у Хао. Это по-прежнему еще и... штраф у него после байбека. Хао готов на мидлейне, я так понимаю, с Тауэрами разговаривать. Тауэр очень быстро сыпется. Несколько всего ударов от Хао и проблемы. Полетела ракета в антимага. И сразу же Рубик забирает ракету. Твайк дикий вообще. Стяжка пошла у нас от Дарксира в Познавар. Тауэр Шестнэм был уже проюзан. Хао, в ПКБ на Фобоса. Фобос у нас лоу хпшный. И антимаг тоже лоу хпшный. Куда твой хп делась, антимаг? Как так случилось? Что произошло с ним? Почему АМ так жестко просел? Я не понял. Дамаги там влилось в антимага. Кто же это был? Не успел увидеть. Я на самом деле, как-то даже не могу сообразить толком. Обратки ни у кого никакой не было. Гирокоптер тоже так с руки так быстро хп не слил бы Хао. Странно. Ну, Virtus.pro не собираются давать эту победу. Даже хотя бы какую вообще отдавать победу? Они снесли одну сторону на мидлейне и вторую сторону тоже снесли Тауэр и рейнджевой барак. Тут Virtus.pro по идее должны додавливать. Появляется башер у антимага. 5000 по голде Virtus.pro по экспириенсу в ВИЧ-гейминг пока еще в плюсе 2500. ВВП отправляются на Рошана. Sunstrike просто прочекать, прочекали. Ни по кому, правда, Sunstrike не попал, но команда ВИЧ-гейминг понимает, где их соперники. Будет ли врыв, это уже другой вопрос. Фошеллайз Бласт туда. Року забирает команда ВП. Отъезжает для гирокоптера у нас Аэга. На луграунде вся команда ВП. На хэйграунде здесь инвокер. Где Хао? Хао здесь напиливает по Фобосу. Пока что одного Фобоса пинает Хао. Здесь провязали БКБ все, у кого это было ВП. Теряют Фобоса, скорее всего. Хао разультился Фобоса, Фобоса нет. Фобос сразу же байбэк со стороны команды ВГ из потери Айсайсайс. Также еще и инвокера разваливают. Ну и Virtus.pro минус 2 делают. Darkseer байбэкнется. Куда деваться Хао по такой игре? Дефать вряд ли получится. Хао дальше. На собственный хэйграунд. Потому что будут идти Virtus.pro точнее сносить базу команды Вичи Гейминг. Это, скорее всего, правильно. ВП по голде выигрывается в 500. По экспириенсу в 0. Графики свалились. Ну и все. Под ультой Дазла. Можно драться. Просто на Т4 заходит команда ВП. Хао разультился. Хао, точнее, в Манта Стайл провязал. Иллюзии миллион. Хао, скорее всего, развалят. Байбэка у него нет. Ну и это ГГ. Что тут, в принципе, думать? На Т4 команда Virtus.pro. Дамаги много. Или дан дамажит до хрена здесь. Ну и Вичи Гейминг сдаются. Первую игру они выиграли у Virtus.pro. А вторую игру ВП наказали Вичи Гейминг. Причем Вичи Гейминг с антимагом. С грудой такой вот имбовой-приимбовой. Значит, не зря гулял по лайнам Фобос. Сейчас у нас поближе к Брудмазер. Значит, не зря все это было выдумано. Ну, что сказать. Virtus.pro достаточно круто отыграли данный матч. У них получилось сделать все необходимое под Иллидана. Иллидан. Продолжение следует...